Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня долгожданные покупочки! Я столько-столько набрала, я хочу вам всё быстренько-быстренько рассказать, показать, потому что я своими покупочками всеми очень-очень довольна, что на самом деле редко. Если вам интересно, что я купила за последний месяц, даже последние две недели, оставайтесь со мной, я с вами обязательно поделюсь. Давайте начнём с косметики. Я, помните, показывала вам уход за волосами своими, и там была у меня шампунька Сиберия. Я уже её израсходовала, пора бы что-то покупать, но вы знаете, что я люблю экспериментировать. И я зашла в такой магазин, наверняка вы все его знаете, магазин белорусской косметики, для того, чтобы купить себе шампуньку и бальзамчик для волос. Что мне посоветовали? Это какая-то бессульфатная серия. Стоит примерно, маска, не маска, это бальзамчик, примерно 250 рублей, шампунька примерно 350 рублей, где-то вот в таких вот, в таком диапазоне. Я считаю, что это недорого, абсолютно нормально. Здесь у нас, значит, 100% натуральная, новая формула, укрепляющая шампунь с гипоаллергенной отдушкой. Сразу прошу заметить, что запах мне очень нравится, он такой лёгенький, без лаурет-сульфатов, без красителей, без силиконов, укрепляющий мягкий шампунь. Дальше в этом же магазинчике я купила, искала-искала хайлайтеры, всё какие-то. Вы знаете, я помешана на хайлайтерах, и скоро я вам сниму видео о своей коллекции хайлайтеров, что же я набрала за всё это время. В общем, мне посоветовали вот такую пудру в шариках. Я заметила, что везде, если брать бюджетные какие-то марки, то светлых шариков нет. Здесь, на удивление, вот такая вот пудра с шариками, она прям белая такая, то есть её можно вообще использовать как хайлайтер. Светленькая, сейчас я покажу вам на руке, если... То есть она с лёгким-лёгким-лёгким таким вот блеском, прям таким незаметным, чтобы сделать кожу такой лёгкой, знаете, как лёгкий хайлайтер. Но вы даже не увидите здесь. И она светлая. Как вы помните, у меня были шарики Герлен. Эти шарики я добавила, не помню ещё какие шарики, от Reflame или от чего... А, от Divash. И они стали у меня как румяна теперь, а не как пудра. В общем, я туда кинула ещё какие-то шарики, я уже не помню какие-то. Короче, он стал весь у меня тёмный. Я экспериментирую. У меня здесь супер шарики. В общем, разные все. И я хотела прям при вас всё это всыпать, потому что мне отдельно это не нужно. Мне нужно это только в комплексе. Именно вот здесь. Вот здесь у нас сейчас вот такая вот палитра шариков всех этих. И прям не хватает белого. Я думаю, что добавив эти шарики сюда, получится действительно прекрасный цвет. Хочу вернуть Герлен. Знаете, я хочу найти формулу, какие были Герленовские светленькие шарики. В общем, то, что у нас получилось. Буду экспериментировать, красить и посмотрим, что же получится. А это оставлю, может быть, для чего-нибудь пригодится. В белорусской косметике это всё. Что дальше, где я была, может быть, вы видели, что последние мои видео были с этой зелёной, призелёной тушью. 90-60-90 Макси. Это экстремальный объём эффект накладных ресниц. Она зелёненькая. Вообще, я искала бирюзовенькую себе. На лето, мне кажется, это отлично. Синяя, знаете, это уже как прошлый век такой какой-то. Ну, не знаю, что мне синенькая не попёрла меня. А вот зелёная вообще очень сильно. Ну, сейчас я чёрное накрасила. Кстати, за последнее время в первый раз чёрное накрасила, потому что зелёное мне прям нравится. И подружки мои, когда видят, они тоже говорят, Ох, вау, что это у тебя такое классное на ресницах, очень клёвое. И начинают тоже экспериментировать и пользоваться моей тушью. Единственное, в чём здесь минус, что неудобно мне для использования, это то, что очень широкая кисточка. То есть, прям большая. По сравнению особенно с Vivienne Sabo, которая делает такой распахнутый взгляд, эффект накладных ресниц, тоже такой кабары. Там очень тоненькая силиконовая кисточка. Она мне очень нравится. По сравнению с ней, это просто толстая, такая неудобная, неуклюжая. Но, тем не менее, цвет очень красивый. Мне нравится. На лето самое то, вообще. Дальше ко мне приходила моя подруга. И она говорит, что у неё кожа очень такая чувствительная. И она в своё время перепробовала очень много разных кремов на себе. И всё-всё-всё вызывало у неё аллергию. То есть, кожа краснела, что-то с ней происходило непонятное. И в итоге она ходила к врачу. Врач ей посоветовал серию Mubchen. Это детские такие крема. Но она мне сказала... В общем, я зашла в аптеку, да, там искала кое-что себе. И в итоге смотрю, Mubchen стоит. Я говорю, ой, дайте мне крем. Вот какой-то детский там крем, говорят, для лица. Он супер-дуперский. Я хотела просто попробовать. У меня тоже много кремов. Но 100% там всеми я недовольна кремами. 100% мне нравилось. Я всё ещё в поиске. Думаю, попробую. Взяла себе крем. Вот такой вот, деби-крем для младенцев. Но когда я ей сказала, что его приобрела, она сказала, что не крем нужно было брать, а молочко, Mubchen. На самом деле крем просто, он такой плотной консистенции. Очень плотно намазывается. Ну, то есть, некомфортно. То есть, знаете, это, наверное, на зиму такое вот что-то нужно, да? Но никак не на лето. Поэтому, девчонки, если вы хотите экспериментировать, или у вас чувствительная кожа, покупайте Mubchen, но только молочко, а не как я взяла крем. Он прям, знаете, размазывается прям так тяжело-тяжело по лицу. Учитесь на моих ошибках. Дальше, если мы идём по косметике, то вообще, это я купила сегодня. Я вообще такая довольная-довольная. Опять же, напоминаю, что я люблю хайлайтеры. В общем, всё опять связано с хайлайтером. Первое, что я захожу в магазин, я всегда говорю, какие у вас есть хайлайтеры, да? Покажите мне, расскажите. Я хочу найти какой-то супер-мега-пупер хайлайтер, который вот... На самом деле есть у меня один хайлайтер из... Есть, нету. То есть из марки Benefit. Но сегодня я её нигде не нашла. И я много-много раз ходила. То есть в Benefit я купила себе жидкий этот хайлайтер. В общем, буду вам рассказывать в коллекции хайлайтеров историю этих хайлайтеров. Но, походу, это, наверное, был не хайлайтер, а тени. И вот, в общем-то, надо мне, короче, поискать его. Но не суть. Сегодня я купила себе хайлайтер в карандаше. Такого у меня ещё не было. Марки Evo. Очень классные. Может быть, если вы сейчас видите, над губой у меня переливается, да? То есть хайлайтер, что он делает вообще у нас, да? Он нам подсвечивает нашу кожу и ещё на губах. Он поднимает нашу губку. То есть если мы хайлайтером сделаем вот так вот сверху нашей губы, да, он как бы её нам как бы визуально вывернет, сделает такой побольше, да, как бы такой пухлее губку сделает. И что мне в этом карандаше понравилось, что здесь, значит, очень красивый цвет, во-первых. Он в одном цвете. Очень красивый цвет. Я его прям накрасила сверху губ вот так вот. И растушевала. Здесь с другой стороны растушевка. Причём, ошь, классная растушевка. Она такая прям классно растушевывает и не теряет он своего блеска. И вот что получилось. То есть на носик я его нанесла тоже карандашик. Под бровки я его нанесла тоже карандашик. То есть универсальное средство. В карандаше тоже очень классно, да. Также его можно использовать в качестве тени. Цвет очень красивый и мерцающий. Вообще, я вот этой покупочкой очень довольна. Также я купила себе в Max Factor корректор. Так как у меня уже деваж корректор заканчивается. И нужно приобретать что-то новое. Я люблю экспериментировать. Вот ещё раз повторяю, да. То я купила себе Max Factor. И мне он очень понравился. Вот я сейчас его уже нанесла под глазки. Замаскировала какие-то вещи. Мне он понравился. Потому что он ложится очень... Достаточно плотно маскирует всё это. И при этом он лёгенький. Да. В отличие от того, что я пробовала. То есть он немножечко плотнее, мне кажется, чем Диваж, который я покупала. Но при этом он не сушит кожу под глазами. В общем, очень приятный. Я вот этой покупкой тоже очень довольна. Что-то сегодня супер-мега день. Я всем довольна. Также я не смогла удержаться. Вы видели мою коллекцию теней? Я оставлю ссылочку. Ещё-ещё набор. Я говорила. Девчонки знают, кто меня смотрит, что я прям какая-то фанатка. Я ими всеми даже не пользуюсь. Я купила себе американский тени. Набор целый там. Они до сих пор стоят. Пользуюсь другими американскими. В общем, целое дело. В общем, в мебели. Почему я его ещё взяла? Потому что здесь вот эти вот цвета. Раз, два, три, четыре. Они очень классные под хайлайтер. То есть их можно использовать как хайлайтер. Я подумала, я прям вот так вот кисточкой проведу по всем ним. И сделаю себе вот здесь вот щёчки и красоту, в общем, на виду. Действительно красивые цвета. Сейчас вам покажу. Может быть, вот коричневенький такой, да? Мерцающий. Вот тёмный цвет. То есть пигмент очень хороший. Вот такой сиреневый цвет. Что касается наших, как хайлайтеров, да, я сказала. То есть вот он беленький. Вот они, красивые, в общем, цвета. Два. Бежевенький. И такой вот, ну, в общем... В общем, мне нравится. Также в наборчике здесь идёт кисточка. Посмотрим, насколько я буду им пользоваться, насколько буду красить и насколько он мне будет хорош. В общем, все они не матовые, а все они с блёсточками такими лёгенькими. Лёгенькими, не сильными. В Литуале, в Ревгоше всё. Дальше я себе приобрела вот такой вот фен, кстати. Купила его в Ашане за 500 рублей. Я свой случайно разбила. Он мне очень хороший. Там 2500 ватт. А здесь всего 1000, но он удобный тем, что он складывается. Видите, он у меня здесь замотан. Это очень удобно брать с собой в поездки. Я давно хотела взять себе ещё один. Тот надо починить. А здесь всего две скорости. В общем, вот эта штука нагревается, конечно, немного. Фирмы Scarlett. Но мне нравится, что он компактный. То есть он собрался. Всё. То есть я его могу брать в любой поход с собой. В общем, ну и на случай того, что, видите, свой разбила, хороший. Жалко. Последнее, что у нас осталось. А нет, не последнее. Я купила себе обувь. Я купила себе кроссовки. Помните Adidas? Помните, я покупала себе текстильные. В последних покупках я вам говорила. Лакосты, но они текстильные. И это ужасно. Я вообще никогда не хотела покупать текстильную обувь. Я догадывалась о том, что она портится. И всё. Просто я там два раза одела. Ну, то есть один раз одела, они грязные. Их нужно стирать. Сейчас я их постирала вообще с ещё одними кроссовками, текстильными, только тёмными. И, по-моему, они взяли немного пигмент. И теперь они не кипели на белых, как были, а стали какие-то серые. В общем, я решила взять себе кожаные кроссовки. Зашла в Adidas, и мне очень понравились кроссовочки. Они были с распродажей. Это Original Adidas. Немножечко грязноватые. Сейчас я о них прошлась, потому что они кожаные. И очень удобные. Здесь немножечко у нас перфорация такая идёт, что летом тоже можно ходить. Дырочки, да? Летом и осенью. То есть, я думаю, я их отношу. Также купила... Сейчас, кстати, везде распродажи, девчонки. Это вообще подарок какой-то. Вот также купила кожаные стельки себе в Респекте. Тоже со скидкой. Кожаные стельки нам всегда пригодятся. Также для очищения своих кроссовочек. В этом же магазине, где я покупала кожаные стельки, мне порекомендовали приобрести. Говорят, если вы покупаете дорогую обувь. Кстати, там в Респекте тоже распродажи. И, блин, такие классные кроссовки. Но если я купила уже белые, там тоже есть белые. И в дырочку. Но я подумала, что лучше, наверное, купить такие уже. Прям те были прям вообще в дырочку. В дырочку белые кеды. А лучше эти, потому что осень не за горами. И покупать снова новые кроссовки. Хотя, может, я и куплю. Кто знает. В общем, такая очистительная пена. Ее наносишь на обувь. Она высыхает. И потом протираешь ее тряпочкой. Она универсальная, как для замши. Нубука этого, да. И кожи. В общем, чистит хорошо. И купила вот такой вот себе классный шарф. Он вообще недорогой. И еще я расплатилась баллами. Мега. Мега баллами. То есть он мне достался практически бесплатно. И вы знаете, я его так померила. И он даже, мне кажется, подойдет и на лето. Знаете, накрыться так. Сейчас покажу. Сейчас я покажу. То есть вот его можно носить так. Он очень прям прозрачный. Видите, он очень-очень легкий. Очень приятная ткань. Что мне нравится. То есть его можно носить так. Плечики закрыли, да. Он здесь кругленький. Или также можно носить его вот так. Так. Купила я его в... Правда красивый цвет вообще? Беленький с этим. Мне очень нравится. Прям вообще кайф. И вам нравится? Напишите в комментариях, если вам понравился мой шарфик. Он мягкий, что вообще классный. Я купила его в резерв, по-моему, в магазине. Там можно расплачиваться баллами. И вот я не знала, куда их потратить. И вот потратила их туда. Итак, мои хорошие. С покупками все. Открываю микрофон. Если вам было интересно и полезно мое видео, обязательно ставьте лайк. Я приветствую всех новых подписчиков на моем канале. Я знаю, что у вас в последнее время много и много прибавилось. И подписывайтесь на мой канал новые и новые подписчики. Кто еще не подписан. Впереди много интересного. Я готовлю для вас много разных тем. Половина уже отснята. И ждет вашего внимания, ваших комментариев, ваших вопросов. А с вами была я, Селина. Свои я была очень рада поделиться своими покупками. И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.